И сейчас, Оксана, на прямой связи из Лондона. Оксана, здравствуй еще раз. Где ты сейчас находишься? Что происходит на улице? Добрый вечер, Наташа. Мы сейчас находимся неподалеку от места происшествия в центре города, где в эти минуты горожане собрались на памятную панихиду. Ее созвал мэр города Садик Хан в соцсетях. И откликнулись тысячи людей с цветами, воздушными шарами, плакатами, целыми семьями. Они пришли почтить память тех, кто лишился жизни, помолиться, а тех, кто в больницах борется за жизнь. Показательно, что народ не боится массовых мероприятий, несмотря на высокий уровень террористической угрозы. Стоит отметить и массовое присутствие стражей порядка. Действия этих трех мужчин были трусливыми и были настоящим злом. Я в гневе, что эти трое прикрывались религией, оправдывая свои действия. Их идеология извращенная, отвратительная. Это не ислам. И еще я осуждаю их, потому что они пытались распространять свои взгляды и вербовали людей. Мэр Лондона, религиозные лидеры, представители общин неоднократно сегодня заявляли о том, что Британия гордится своей солидарностью. Многие иностранцы, которые оказались на месте трагедии, действовали как настоящие герои. Румынский пекарь, официантки из Польши, местные таксисты. Эти люди предпочли остаться, чтобы помочь раненым. Они бросали стулья в нападавших, уводили напуганных туристов в безопасное место. Вместо того, чтобы ужаснуть и разделить Лондон, террористы добились противоположного. Восплатили этот мегаполис. Студия. Спасибо большое, Оксана. Оксана Кундеренко была с нами на связи из Лондона.